Самый распространенный и простой способ выполнения это через обменники, то есть обменник BestChange. Сейчас обменник BestChange у нас блокируется на территории Российской Федерации и переходить на него лучше через VPN. Если вы кликаете перейти на обменник BestChange по кнопочке либо по ссылке под видео и у вас выдает ошибку, то есть вот так не получается получить доступ, значит вам необходимо установить браузер Opera, ниже вы найдете видео как установить браузер Opera, включить там VPN и соответственно перейти по этой ссылочке. Сейчас я запущу браузер Opera, у меня там уже подключен VPN и перейду по данной ссылке. При включенном VPN у меня все работает, я зашел как будто из Америки, можно выбирать оптимальное местоположение, Европу, Азию и соответственно я вижу, что здесь есть, что я хочу отдать, то есть за какие деньги купить, предположим я могу взять за эфириум и получить трон. Я вижу здесь необходимые сервисы, давайте коопулятор нажму и сколько я хочу отдать, сколько получить, могу здесь прописать. Но давайте на курсе обмена посмотрим здесь от 13 эфиров, мне нужно сейчас для того, чтобы войти в проект 200 тронов. Здесь самое минимальное я вижу 0,05 эфира. Давайте вот перейдем повыше, что у нас есть Pocket Change, а вот еще X-Money, это соответственно будет самая максимально выгодная за нас комиссия. Чем выше вверху находится обменник, тем более курс выгоден. Здесь соответственно уже X-Money если найду, здесь 9663 TRX, то есть на 300, а с лишним TRX меньше идет по курсу, но зато здесь, даже где он еще ниже, зато здесь минимально, а вот он 9774, зато здесь мы можем от такой суммы ввести 0,05 эфира, это сейчас у нас по курсу примерно от 1287 рублей. 200 трон, то есть на момент записи видео это примерно 480 рублей. Получается здесь нам минимально дают пополнить на большую сумму. Ничего страшного, если вы пополняете с эфириума, я рекомендую вам пополнить на эту сумму и просто активировать больше уровней в маркетинге. Соответственно если вы пополняете каким-то другим способом, например давайте рассмотрим Яндекс.Деньги, ставим здесь перегружается все и мы видим, что с Яндекс.Деньги от 600 рублей у нас есть. Если нам для активации нужно в районе 500 рублей, здесь от 600 рублей, то соответственно мы понимаем, что это более приемлемо с Яндекс.Деньги. И также можно выбрать другой способ, например Сбербанк. Мы видим, что здесь в основном от 1000 рублей, но если опускаемся ниже, то вот есть от 57 рублей. До 50000.Д.Обмен. Данный ключик, это значит на данном обмен на пункте требуется регистрация для создания заявки на обмен, то есть на сайте нужно зарегистрироваться. Также здесь есть от 150 рублей. Вот на этом обменнике. Покетчанж. На нем я делал обмен и в принципе все проходит хорошо. Да, курс здесь не такой выгодный, как здесь, но здесь чем ниже, тем курс менее выгодный для вас. Но здесь мы видим, что у нас зато сумма, которая нам может войти. Вот от 150 рублей. Например, нажимаю на нее. Давайте я проверю сейчас, сколько стоит на данный момент у нас трон. Примерно ориентируюсь по этому сайту. 243. Мне нужно 200 трон для того, чтобы активировать. То есть войти в проект, соответственно, нужно положить чуть больше. Сколько мне, соответственно, нужно будет тогда? Я возьму 205 трон, умножаю на 2.43, то есть по курсу на данный момент видео. Умножаю на 205. Равняется 498 рублей. Ну, то есть 500 рублей мне нужно. Давайте сейчас посмотрим, соответственно. Вот видите, трон прыгает чуть меньше, чуть больше, когда по дням становится. Поэтому на 500 рублей я сейчас могу пополнить. Возвращаюсь на обменник. Здесь прописываю. Ну, можно прописать, кстати, сразу троны. 205 трон. И я увижу, что это 596 рублей. Обменник, видите, берет комиссию. Если мы брали бы выше к списку, то, соответственно, комиссия была бы меньше. Но ничего страшного. В любом случае, это не 1300-1400 рублей. И работая в данном маркетинге проекта, мы эти деньги сразу окупим очень быстро с первыми же пришедшими партнерами. Итак, мы ввели необходимое количество. Нажимаем «Далее». Здесь нам требуется фамилия и имущество ввести, карту Сбербанка, с которой мы будем оплачивать, кошелек трона наш, то есть сюда вводим реквизиты нашей карты, а сюда вводим наш кошелек. Нажимаем «Далее». Требуется верификация карты «Загрузить фото». Когда вы работаете со Сберкартой, вам могут потребовать загрузить ваше фото документов, чтобы проверить. Это делается один раз, в принципе, и потом на этом сервисе уже вы постоянно проводите операции свои без подтверждения карты. Первый раз это могут затребовать именно на направлении Сбербанк Трон. Загрузили. Нажали «Продолжить». На следующей странице у вас выйдет номер карты, куда вы должны, или счета, куда вы должны отправить вот эту сумму, 596 рублей 45 копеек. Вы отправляете и в зависимости от сервиса, где-то это автоматически засчитывается, где-то нужно нажать кнопку «Подтвердить». Я отправил деньги. После того, как вы подтвердили, вам переводят деньги на вас в кошелек трона. Об этом вы получаете оповещение на почту. Если какие-то вопросы возникают, нажимаете, в принципе, «Чат». Здесь пишите почту и пишите свое обращение. Аналогичным образом работают другие обменники, то есть указываются ваши реквизиты, откуда платите и куда перевести деньги. Подтверждаете, получаете кошелек, куда отправить вам сумму денег. Отправляете и в ответ вам приходят троны. Таким образом, вы увидите, что данным способом мы можем купить трон с очень большого количества платежных систем. Киви, Перфект Мани, карты, криптовалюта разная и так далее.